Американцы, как они говорят, выполнили все, что у них там было запланировано по Афганистану. Всех, кого надо, убрали. Всех, кого надо, победили. Блинкин с Байденом упорно утверждают, что никаких терактов от Аль-Каиды они лично не ждут. Аль-Каида жутко ослаблена. Ну, Аль-Каида это знает. Во-первых, я что-то не помню, чтобы американцы ждали терактов от Аль-Каида когда-нибудь. То есть, вероятно, американцы неисправимы. И постоянно у них вот то, что получается, они никогда ничего не ждут. То есть, все, что случается, для них неожиданно. Сурприз. Да. И в отношении Аль-Каиды, и в отношении ИГИЛа, и в отношении Талибана. И даже они не ожидали, что батька Лукашенко будет реагировать так, как он реагировал. Это удивительно, но это факт. В отношении президента России и загадочной русской души, они вообще не представляют, как можно ожидать от них что-то. То есть, от России можно ожидать все, чего угодно. Но все, что они ожидают, это не то, что они получают. Они получают гораздо более неожиданно. Может, это не лечится, действительно. Может, это свойство национального характера. Я даже не знаю, что это еще. Ну, я не знаю, что такое американский национальный характер. Это все трудно определить. Но американская политическая, государственная мысль, она последовательно идет от одной ошибки к другой. Не пропуская ничего. Сваливаются в любую яму, а дальше сваливаются в другую лужу, а потом опять в яму. Просто понимаешь, восторг, который сейчас на Ближнем Востоке и вообще в исламском мире по поводу абсолютного провала Америки в Афганистане, аплодисменты талибам, оптимизм Аль-Каиды и всех на свете, кто может быть Аль-Каиду и не знает, но ей вполне сочувствует. Ну, заметьте, невооруженным глазом. Ну, такие же аплодисменты были Аль-Каиде 11 сентября. В то время она тоже получила такие аплодисменты. Кроме тех, которые испугались. Аль-Каида получила аплодисменты. Ну, я помню, как палестинцы конфеты раздавали. Да, но самое интересное, самое интересное и самое страшное. Вот тогда, когда взорвали две башни Близнецов, это же была вторая попытка Аль-Каида. Первая-то была в 93-м году. Об этом сейчас вообще никто не вспоминает. Ну, первая-то была в 93-м году. И тот, кто ее сделал, когда его везли, слепой шейх, который сиял во главе, он сказал, на этот раз не удалось, в следующий раз нам удастся. В следующий раз удалось. Он сказал, он обещал им, он сказал, и что? И опять? Ну, кстати... И опять это была неожиданность. Послушай, ну там же не только взорвали башни Близнецы, я прекрасно помню кадры из разрушенного крыла Пентагона, в который врезался один из самолетов. И еще один самолет, который шел то ли на Капитолий, то ли на Белый дом, там сбили. Но рассказали пасторальную историю, что его якобы захватили пассажиры, но не справились с управлением. Там могло быть все еще хуже. Могло. То есть пределов худшего там нет. Это все ясно. Ну вот, это американское благоразумие, государственная мысль, американская способность предугадать, предвидеть развитие событий, предупредить. Ну вот, то же самое Афганистан. Вот в Афганистане сейчас падали люди с самолетов, правильно? О, да. Это подтверждает теорию диалектики, что она развивается по спирали, но на более высоком уровне развития. Почему? Вот в Афганистане падали с вертолетов, а сейчас на более высоком уровне развития падали с самолетов. В Афганистане падали в море, а сейчас падают прямо на аэродроме. Ну, кстати говоря, это еще один тезис Блинкина. Нет ничего, что напоминает Сайгон. И Дженнифер Псаки заклинает буквально. Нет, это не похоже на Сайгон. Это им говорят, вот кадры одни и те же. Нет ничего общего. Ну, конечно, потому что, начиная после Вьетнама, когда они постеснялись сказать, что они победили. А вот потом все войны, и можно видеть того или другого президента, который говорит, задача выполнена, мы победили. Потрясающе. И сейчас тоже мы победили. Задача выполнена. Все цели, которые были поставлены перед американской армией, перед американским государством, перед американским народом, перед американским бюджетом. О, да. А, кстати, какие цели ставили перед бюджетом? Если считать, что перед бюджетом стоит вопрос побольше потратить и разворовать, так вполне выполнили, чушь. А другая цель, другой цель не может быть. Потому что, поскольку деньги-то идут в руки частным компаниям. И поэтому на развитие рыночной экономики и частного бизнеса, сколько не дадут, это все благословение, это все мало. Удивительный эффект получается в результате. Все провалено, все разворовано, все проиграно, но мы победили. Да. Ну, одно я должен сказать. В Вьетнаме там было порядка трех миллионов убитых и около 60 тысяч американцев. Здесь американцев чуть меньше 15 тысяч, а афганцев порядка... Вот от полумиллиона до миллиона. Все-таки есть прогресс. Но, с другой стороны, во Вьетнаме никто не собирался Америку, что называется, догнать и добить, в том числе на ее территории. А здесь все настроения именно по этому поводу. А почему ты говоришь в прошедшем времени? Вот во Вьетнаме это верно, а вот насчет Аль-Каиды, что она собиралась и не собирается, и ИГИЛ собирался и не собирается, и Талибан собирался и не собирается, я бы не торопился говорить об этом в прошедшем времени. Я бы больше делал упор на будущее время. Будущее будет печально. Они потеряли лицо. Причем и перед союзниками, и перед противниками. Да более того, это же продолжается. Сейчас Саудовская Аравия в шоке. Американцы снимают системы противовоздушной обороны и вывозят их. Правильно, хорошо, все нормально, все хорошо. Так оно и должно быть, потому что нам нужно в другом месте, а с другой стороны. Ну, а кто же защитит саудовцев сейчас от иранских ракет? Саудовцы начали зондировать вопрос системы С-400. Американцы уже заявили, что если так будет, они их санкциями вынуждены будут при всем нежелании это делать, ударить. Здесь нечто потрясающее. У администрации же Байдена очень плохие отношения с королевским двором Саудовской Аравии. Это называется, я вам не Трамп. Ну, оно и хорошо. Скоро Америка идет очень быстро к такому состоянию, что трудно будет найти в мире государство. Ну, кроме серьезнейших государств, как Прибалтийский и Велика Украина, против которых американцы не объявят санкции. Против Германии объявляли, объявляли. Против шестинцарской компании объявляли, объявляли. Турция, понятно. Ну, сейчас вот трахнут по Саудовской Аравии. Ой, как хорошо. Они им что, объявят санкции и скажут, что они гордо отказываются от сделки на 110 миллиардов долларов о поставке самолета в Саудовской Аравии? А я совсем не уверен, что Байдену эта сделка, заключенная Трампом, интересна. У них же удивительная психология. Ты помнишь трубопроводы с Канады? Есть ли Трамп за трубопроводы или за стену на границе с Мексикой? То Байден против. Ну, это хорошо, это хорошо. Это вообще-то очень продуктивная и интересная линия развития государственной политики. Она преследует исключительно государственные интересы. Ну, хорошо, ладно. Но это будет действительно верх шедевра государственной мысли Соединенных Штатов, если их маневры против Саудовской Аравии приведут к отмене этой сделки на 110 миллиардов долларов. Это будет интереснейший карамболь. А с другой стороны, я сегодня могу поверить во все, что угодно. Нет, это понятно. Они на это способны. Вот чудеса американской дипломаты, они способны на все. Они способны на все. Пожалуйста. В Египет они опять добывают санкции, еще раз пытаются, еще раз. И вот, хорошо, пожалуйста. Пожалуйста. Они, вероятно, не слышали, что есть такое древнее-древнее орудие. Бумеранг. А, да, он возвращается. И если не увернуться, может быть больно. Интересно. Американская политика как бумеранг, это вообще-то очень свежая оценка и очень точная того, на что она похожа. Ну, вот. Мне трудно определить, что они сделали, чтобы не вернулось к ним бумерангом. Что бы они ни сделали. Даже Украина, казалось бы, успех, которому радуется госпожа, ну, два бывших посла, один в России, один в Киеве, она же нанесла самый сильный удар стратегическому соотношению сил между Соединенными Штатами НАТО и Россией. Она так укрепила позиции стратегические России, что американцев страшно с ней не снялось. Они хотели Крым базой НАТО и Севастополь базой военно-морского флота Соединенных Штатов. Ну, на сегодняшний момент это как-то не выглядит возможным. А сегодня американские корабли с ракетами моря суши, которые они планировали разместить в Средиземном море, ушли и не в Средиземном море, они сейчас далеко-далеко от восточной части Средиземного моря и очень близко к городу Неаполь. Это все потому, что они не поняли многоходовки. Они в шахматы плохо играют. А когда они решили пойти на Украину с хвозглосом «даешь Крым, даешь НАТО», Владимир Владимирович Путин сделал два хода. Один шах, а другой мат. Шах – это был Севастополь, а мат – это была база в Тартусе и в Хмеме. Ну да, вот у нас как раз Асад только что проехал в Кремле с Путиным, встречался вчера. Да, и вот, и оказалось, что поставлен мат в присутствии американских военных кораблей с ракетами типа «Суша», «Море Суша», у которых были очень интересные цели до Урала, с Черного моря, поставлены мат. И вот теперь они числятся где-то, где-то в районе Неаполя. Что интересно, я ни разу, ни от одного американского эксперта, даже упоминания об этом не слышал. Они стараются об этом вообще не говорить. А они об этом и не думали. А сейчас они как страус зарывают голову в песок. Ну, то же самое, что и с Афганистаном. Мы поддерживаем свободу на Украине. Мы поддерживаем свержение злого Асада. Он диктатор, он тиран, он должен уйти. И эта бесконечная мантра повторяется, вообще-то говоря, из года в год. Это хорошо, хорошо. Они мантра вот это хорошо. Они это повторяют так же, как верующие кришнаниты, кришнаиты. А, ну да, Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна. Асад диктатор, Асад диктатор, Путин диктатор, Путин диктатор. Да, это тоже идет. Путин диктатор, Путин. Вот это их песня постоянно. Вот они так ходят по кругу и стучат в бебенцы, которые на их языке называют санкцией. Ну, на кого-то это производит впечатление до сих пор. Из тех, кто искренне уверен, что единственный прогресс на этой планете это делать все, что делают американцы и слушать все, что тебе говорят американцы. хотя старая поговорка говорит не слушай Америку, в лучшем случае делай то, что она делает для себя только. И похоже, что с Афганистаном вряд ли кто-то будет слушать замечания чиновников Организации Объединенных Наций или Госдепартамента, по крайней мере, в движении Талибан, о том, что те нарушили то и это. Им же сейчас целые лекции выкатывают о правах человека, инклюзивном правительстве, присутствии женщин в правительстве. Зачем это происходит, я, откровенно говоря, понять не могу, но, возможно, такая извращенность имеет под собой какую-то не очень мне понятную базу. Сомневаюсь, конечно, что я когда-нибудь это пойму. Для меня никак не доходит, почему нужно повторять одни и те же ошибки и прыгать на одних и тех же граблях из года в год, из одной страны в другой, из одного региона в другом, в третьем или в 25-м, но ощущение такое, что все-таки провал в Афганистане не оценивается американской элитой вообще никак. У меня ощущение, что далеко не только в политических вопросах или вопросах безопасности, американское начальство как-то очень далеко от существующей действительности. Сегодня сообщение о том, что Сенат требует от президента новых санкций против Северного потока-2, иначе он блокирует назначение в Американское министерство финансов. Северный поток-2 это российско-германский газопровод, который газ ведет в Европу, вроде бы, причем здесь штаты, они газ в Европу все равно не поставляют. Жижный природный газ из Америки идет на азиатские рынки, там выше цена, либо на латиноамериканские. Все термины там газ-свободы, ну, Трамп назвал газ-свободы. Цена сегодня пробила 950 долларов в будущих фьючерсных сделках, это уже за пределами чего угодно. В январе было 200 с небольшим. А в экономике у них чего, то же самое, что ли, безумие, как в политике и в оборонной сфере? Ну, вроде Америка всегда была в экономическом хотя бы плане фундаментально подкована. Я отвечу, только я хочу в отношении Афганистана выразить пожелания. Я думаю, что самое лучшее для продвижения демократии и улучшения отношений с Талибаном, если и американцы, и их европейские союзники начнут переговоры с Талибаном с вопроса ЛГБТ. А, да, 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 меньшинство. Вот, вот, вот как только они решат эту проблему, и Талибан примет точку зрения их, после этого все будет отлично. Вот пусть они решат эту проблему. Вот я хочу посмотреть, как они будут обсуждать эту проблему, и как будут продвигать представители ЛГБТ сообщества Талибан. И все, что связано с транвистами, то есть меняющими пол. А, да, надо обязательно потребовать, чтобы это было, начиная с разъяснения этой проблемы детям. Особо не девочкам. Потрясающая идея, потому что в конечном счете венгров и поляков они на эту тему напрягают, чего им Талибан не напрячь. Логично? Если они убедят Талибана, то венгры и поляки в этом отношении для них будут мелочь. А вот то, что ты сказал, степень, я даже не знаю, кретинизма, непонимания, даже идиотизма американских выбранных в Сенат и в Конгресс, она зашкаливает и она увеличивается все время. Причем они абсолютно не понимают то, что происходит. А они же заняты сами собой и подзруживают сам себя. Сами себя. Кто предложит большее? Они не обратили внимания на такую мелочь, вот такая мелочь, мелочь, она не играет никакой роли. А газовые хранилища Газпрома в Европе пусты. Почти. А их это не интересует, судя по всему. А они к октябрю будут еще меньше, а к ноябрю еще более пустые и заполнить их можно будет только правильно северным потоком два. Вот интересно, как они будут смотреть на это? Подожди, а ты уверен? В Америке это не так важно. вот как Европа будет смотреть на это? А вот это, кстати говоря, очень интересный вопрос, который, скорее всего, уже преемниц канцлера Меркель придется отвечать, потому что там же сейчас вот-вот новый канцлер будет. будет. Спасибо за субтитры Алексею